Белоруссия Белоруссия Тея кто-то закаливалась вот эта вот такая вот жажда победы, жажда проявить себя, жажда показать себя. С четырнадцатым годом я определился в секцию баскетбола. Мне понравился тренер, главный тренер мой, который был, вот, как он проводил занятия, Анатолий Иванович Марценкевич. Он был действительно тем человеком, который был полностью предан вот этому виду спорта, баскетболу. Он не получал за это деньги, но он был фанатом вот именно вот работать с ребятами. И мы как-то загорелись этим, ну и в общем-то, так сказать, покатилось все. Когда мне было 16 лет, я уже играл в мужской команде области. Уже если в этом возрасте я играл за мужчин, то я уже был хорошим баскетболистом, разносторонним баскетболистом. Я поступил в политехнический институт, меня сразу там взяли в команду «Спартак», «Спартак-Минск». И я очень счастлив, что в моей жизни появился человек, который сказал, «Леван Иванович, переходите в институт физкультуры». Я говорю, как, зачем? А тогда в то время быть инженером, окончить такой вуз, как политехнический, это было все для будущей жизни. Он мне сказал, что лучше быть хорошим тренером, чем плохим инженером. И когда меня Владимир Петрович Кондрашин взял в свою команду, когда он стал тренером сборной команды Советского Союза, сборной команды Советского Союза, а тогда там были звезды просто невероятные, и я стал играть. Тогда в команде у нас было 7 человек из разных республик. То есть там была Литва, там была Латвия, там была Грузия, Белоруссия, Украина, Россия. Конечно, играть было очень-очень непросто, глядя, когда с тобой играет Вальнов, Павлаус, Жармухамедов, Белов, все вот эти вот игроки. Конечно, можно было потеряться. Но остался у меня какой-то вот этот корень, стиль моей игры. Стиль моей игры, который подошел вот именно в сборной. И это благодаря Кондрашину, потому что он знал, на что я способен, когда меня поставить, когда мне что-то доверить его. Кондрашин был необычным тренером, необычным человеком. Он чувствовал каждого игрока, он раскрыл. Он создал команду, расставил всех по своим местам, чтобы он выполнял то, что он делает хорошо. Это его была основная черта. Но он насколько мог подойти психологически практически каждому человеку, что он его раскрывал. Мы делали одно дело – командой. Это была действительно команда. Как многие писали, что лучше были Сергей Белов, потому что забил больше всех очков, Александр Белов, потому что забил мяч, Иван Едешко, потому что дал пас. Нет, нет, это не лучше. Лучше была команда. А когда мы ехали на Олимпийские игры, мы, конечно, не думали, что мы можем выиграть. Да и правительство, да и Советский Союз, да и руководство не думало, что мы можем обыграть американцев. Американцы 20 с чем-то лет, они были лучшими, никому ни одного матча не проиграли. Как обычно, американцы, они сейчас себя так ведут, что они лучшие, что они самые великие, вот великая страна. Да, у них самый великий баскетбол, все, но психология игрока, психология спортсмена, она намного выше его собственного величия, что я вот такой, который портит иногда. А мы вышли, играли свободно. И вот поэтому, я считаю, победили в этом матче. Ну и здесь, конечно, великая роль тренера. Он сказал, мы их обыграем. Ничего там страшного нет тогда, вот это вот психологический такой настрой проявить себя, сделать страна родная, любимая, Советский Союз, представляю себя. Вот это, конечно, сыграло, наверное, основную роль в нашей победе. Никакие тематериальные блага, никакие там, что это будет, все вот. И то, что мы когда стали олимпийскими чемпионами, мы только тогда поняли, что такое олимпийский чемпион. И вот эти вот три секунды, они вошли в историю. В десять лучших моментов в спорте вообще. Многие, наверное, посмотрели фильм «Движение вверх», который, опять же, стал лучшим фильмом по посещению зрителей и по кассовым сборам. Вот для меня показатель тот, который, в общем-то, был, что сейчас в Китае, в Китае был фильм, где обязали 18-летних посмотреть этот фильм, обязательно, и в армии, потому что этот фильм был, он и патриотичным, и этот фильм был эмоциональным, как его назвали блокбастер-чувств. Там все было в этом фильме. Дорогие ребята, 15 лет я вместе с вами, я вместе с гэст-баскетом. Это одна из частей моей жизни, когда я приезжаю на соревнования, когда я вижу вас, когда я вижу, когда эти соревнования проходят в разных регионах страны. Я вижу людей, я вижу родителей ваших, я вижу руководителей, я вижу всех тех, все в восторге от этого зрелища, от этого спектакля, от этого того, как проводятся эти соревнования кэст-баскета. И одно, наверное, из самых главных, что физкультура и спорт, это поможет вам в жизни, поможет вам в жизни добиваться тех целей, которые вы можете себе поставить, то есть сделать себя. И я вам желаю только движения вверх, той цели, которую вы по себе поставите. Субтитры создавал DimaTorzok